Готовься не летом, а зеленые зоны защищай зимой. Многие обратили внимание на закономерность. Как не митинг против нового корпуса на Сахарова, так метель и снег. Я все-таки не мистик и я не связываю атмосферные процессы со своей личностью. Но и, наверное, какой-то символизм в этом есть. Ну, как в старой песне пелось, вихри враждебные веют над нами, может быть, что-то такое, да. Именно из-за непогоды, уверены организаторы, вместо ожидаемых ста с лишним человек пришло не больше двух десятков. Из них значительная часть – журналисты. Однако те, кто пришел, сделали это несмотря на все превратности погоды. Вопрос жизни и смерти вообще. Сохранение зеленых уголков в городе Барнауле. Их вырубают в последние годы с какой-то странной маниакальностью, я бы сказала. Уважаемые граждане, поймите, застроить в центре можно все. Это самое дорогое и выгодное место для застройщиков. Застроить там можно все. Но нам это надо или нет, чтобы мы ходили между бетонных коробок. Активисты подчеркивают, они не против нового корпуса, они против вырубки сквера. Поэтому их второй главный лозунг – строите в другом месте. И даже предлагают эти самые места. Одно из мест – это продолжение Обского бульвара так называемого. Здесь жилье под снос нужно, необходимо. Тем более люди сами ждут, люди готовы продать. Многие там уже в этих домах не живут. Очень часто дома стоят пустые, прям с табличкой продаю. И второй вариант, на котором наиболее вероятней, скорее всего, согласовать тоже это место под строительство. Да, возможно, его придется выкупать. Но это Ленина 106Г, если не ошибаюсь, рядом с бывшим домом быта. По словам активистов, главное, на что они сейчас рассчитывают, что руководство Алтайского госуниверситета начнет с ними прямой диалог с поиском возможных компромиссов. Пока позиция вуза насчет постройки не изменилась – убрать сквер, построить корпус. Предполагается, что строительство начнется в 2021 году. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.